Всем привет! С вами Юлия Дмитриевна. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Если вы здесь первый раз, мы обсуждаем парфюмерию. И если это то, что вам интересно, мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш канал. Сегодня для нас особенное видео. Мы хотели бы с вами поделиться нашим топом 30 удовых ароматов. Это удовые парфюмы, в которых есть натуральный уд. Мы так думаем, что все из этих ароматов содержат натуральный уд. По крайней мере, бренды об этом говорят. Мы не включали в данный топ удового аромата, который содержит синтетические удовые ноты. То есть мы не включили в данный топ очень много парфюмов, в которых у меня есть полный флакон. Такие как Эмиру от Марайска, Москут от Киллиан. Мы также не включили Сафари Экстрим от Абдуль Самат Аль Кураши. Амуажи никакие не включили Назамата, Пардон и Блэк Афгана. Пачули Уд от Афинессенс. Также в данный топ мы не включили Электимус Эмбер Акулария. Лондон от Видиона. Ред Уд от Монталь. Также Уд Маск от Монталь. Блэссинг Сайленс от The House of Уд. Я также не включил Рашн Маск 2 от Ричли Дере. Это натуральный удовый парфюм. Но я не чувствую в нем настолько много уда. В принципе, это для меня больше мускусный аромат. Поэтому я его, в принципе, не включу просто в данный топ. Но там есть натуральный удовольствие. Также я хотел бы отметить, как особенное упоминание. Помимо данного топа, я пробовал ароматы, которые я сейчас вам перечислю. Они мне все очень нравятся. Просто у меня нет ни пробника, ни флакона. Это The Night от Фредрик Малли. Прекрасный был аромат. Просто очень сильно много стоит. Я считаю, что он за высшим по цене. Также мне очень нравится Рамон Манегаль, Soul of Уд. Отличный удовый аромат. Ума от Стефано Барлюка. Очень красивая нота ладана в этом аромате. Уд и роза. Также я хотел бы отметить Blue Sapphire от Bodhisattva Victorious. Мне он очень нравится. Просто стоит очень-очень дорого. И у меня нет флакона. Также, я думаю, многим понравится из удовых ароматов. Это The Moon от Фредрик Малли. Я его сегодня не купил, потому что он для меня слишком дым. И очень-очень такой монструозный. Что ж, давай начнем наш топ. Да. С 30-го места. Это аромат. Вот у нас есть пробник. Аромат называется Melt My Heart. От парфюмерного дома Strange Love NYC из Нью-Йорка. Это красивый аромат. Очень дорогой. Единственное, что я здесь не чувствую настолько много уда, как в некоторых остальных ароматах данного премьерного дома. Но он меня зацепил тем, что в нем очень красивый ирис. В нем есть шоколадные оттенки такие. Он немного гурманский. Да, такой гурманско-цветочный. Пудровый. Цветочность есть пудровый такой, с древесной базой. Красивый аромат. Я думаю, многим понравится. Возможно, в нем даже есть какие-то кожаные оттенки. Я точно не помню. Следующий аромат – это Manluk. У нас пробник от парфюмерного дома Zerjov. Zerjov. Отличный аромат. Очень много в нем меда. Он пахнет достаточно натурально. Но я его поставил на номер 29, потому что от Zerjov есть один аромат, который тоже содержит много меда. Он мне нравится намного больше. Здесь древесность, очень много меда. Он такой, я бы сказал, он довольно линейный. Сладковатый, но он очень многим людям нравится. Поэтому однозначно советую попробовать слепую не покупать. Да, очень приятный удово-медовый аромат. Следующий номер 28 – это Jadir от парфюмерного дома Kemi, Kemi Blanding Magic. Это красивый аромат. Он очень цветочный. Мне в нем очень нравится Pion. Очень красивый Pion здесь обыгран. Также в нем роза чувствуется. Я в нем тоже чувствую уд, но он здесь никакой не сильно животный. Скотного добра здесь нет, но он такой ароматный, я бы сказал, очень древесный. Мой нос, этот аромат очень цветочный, я бы сказала, даже свежий, с древесно-удовой базой. Да, очень интересная композиция. Единственное, я смотрел на сайте Sérgio, Kemi вообще пропал куда-то. Не знаю, то ли они убрали всю линейку, не могу сказать. Но я его особо найти не могу сейчас, да? Да, возможно. Так что смотрите, пробуйте, если вам понравится. Купайте, потому что, возможно, их уже и не будет. Мы не знаем. Следующий аромат номер 27. Это Malaysia от парфюмерного дома, опять же, Sérgio. Я хотел себе купить полнофлаконного этого аромата, но вот пока руки не дошли. Мне очень нравится запах, он такой очень экзотический. Здесь я чувствую такой немного анималистичный лук. Здесь чуть-чуть есть такого древесного, даже немножко скотного двора, но он такой очень легкий. В нем очень много бальзамических нот, там очень интересный бальзам, это гурьян бальзам, еще какие-то. Он пахнет очень так ароматно. В нем также цветочность какая-то есть, гурманика, в нем, мне кажется, мед, что-то такое сладковатое. Очень интересная композиция, но я бы хотел от него чуть больше шлейфа и стойкости, да? Вот так вообще мне очень нравится. Да, согласен с тобой. Да, дальше. Следующий аромат у нас Александрия Вторая и Александрия Ориентали. Мы решили поставить оба этих аромата на 26 место. У нас есть флакон в 100 мл, также поменьше, 50. Это Александрия Вторая и... И такая малышка, Александрия Ориентали, 15 мл. Ароматы очень похожи, но у Александрия Второй больше чувствуется вот эта удовая база, я бы сказала. Александрия Ориентали, он такой более сглаженный, более такой сладко-цветочный, на мой взгляд, аромат. Александрия Ориентали чуть больше, более восточно звучит для меня. Да. В нем также выражено яблоко, корица. Но Александрия Ориентали, он как будто еще более такой напористый, чуть более насыщенный, да, как это звучит? Да, я думаю, людям, которым не очень нравится мускус парфюмерного дома «Зержев», могут не очень хорошо воспринять этот аромат. Да, возможно, он для них будет слишком напористый. Очень громкий аромат, очень мощный, очень такой монструозный, я бы сказал даже. Но в целом оба аромата имеют место быть, здесь дело вкуса, я думаю, оба аромата иметь коллекции в полном размере имеет смысл, скорее всего. Да, пробуйте выбирать один. Александрия Ориентали, это был эксклюзив для Арабских Эмиратов, сейчас он появился на сайте «Сержев» как онлайн эксклюзив, вот, так что его можно приобрести с сайта. Но я не вижу у них прям такой огромный разницы, чтобы иметь два полных флакона, да. Следующий аромат, это будет «Lost in Flowers» от парфюмерного дома «Strange Love NYC» в Нью-Йорк-сити. Очень красивый аромат, мне лично очень нравится этот цветочный аромат. Почему он тоже так низко в нашем топе? Потому что в нем не очень сильно чувствуется именно уд. Он более такой цветочный, это как букет натуральных цветов. Очень-очень насыщенный, такой очень плотный. Да, и при этом он как будто такой звонкий, в нем что-то такое, и свежесть какая-то есть, и сладость. И чуть-чуть индойности цветочный такой, очень-очень интересно, но очень натурально звучит, да? Да, очень. Это один из моих самых любимых цветочных ароматов. Если бы мы делали цветочный топ, то он бы точно был очень высоко в топе. Да, согласна. А так звучит очень натурально и стоит тоже очень дорого. Следующий номер 24. Это Уд Джон Интенс от Fragrance Du Bois. Юлин аромат. Это тоже восхитительный аромат, и тоже он на довольно низком месте, по той же причине, что и Lost in Flowers. Здесь особо не чувствуется Уд, хотя есть натуральный Уд в составе. В нем есть такая легкая древесная база. Да. Но аромат в основном про очень красивые цветы. Он пахнет очень эзотически, и здесь очень много эзотических фруктов. Да. Чувствуются желтые цветы, чувствуются... Много белых цветов там тоже, да? Да. Очень красивый, на лето супер. Так, следующий аромат номер 23. Уд Сатин Муд от Maison Francisco Djan. Тоже Юлин. Тоже очень красивый аромат. Главные ноты здесь это роза, уд и ваниль. Для меня я бы сказал, что основные две главные ноты здесь это роза с ванилью. И следующий дальше уд, и там еще довольно много нот. Здесь именно в раскрытии чувствуется уд. Такая интересная нотка. Они ее так классно обыграли здесь. Ну и, в принципе, на протяжении тоже чувствуется, что это не просто роза с ванилью легкая. Чувствуется такой некий напор удовости. Чтобы вам понравился этот аромат, нужно любить розу и ваниль. Сладкий, напористый аромат. И если вы в поиске чего-то не сильно громкого, вам не сюда этот аромат. Очень стойкий и громкий шлейф. Мы его включили в топ, потому что Фресис Курджан указывает, что здесь используется натуральный уд. По-моему, лаоский уд. Да. Так что мы его включили. И он нам обоим очень нравится. Номер 22. Это уд Синхараджа от парфюмерного дома Бортников. Мы очень любим ароматы Дмитрия Бортникова. Он делает очень красивую удовую композицию. И его очень такие экзотические, уникальные цветочные аккорды. Да. Данная композиция как раз-таки очень красивая цветочная композиция. Очень нежная, приятная. Здесь тоже не чувствуется сильно много уда. Это такой утонченный, я бы сказала, цветочный аромат. Уд здесь есть, но его не так много. Его хватает, но цветов здесь просто море. Очень красивый. Мне очень нравится. Следующий аромат это... Менли. Менли. У меня 10 мл от парфюмерного дома Ориджли Дорай. Очень интересная композиция. Но здесь я чувствую уда меньше, чем остальные ноты. Для меня это такой вкусный. Здесь очень много сухофруктов для меня. Он такой алкогольный немного. Специальный, сладковатый. Здесь очень много пачули. Он для меня кожаный. И вот в базе у него уд есть. Но это не самая лучшая удовая композиция, которую Раши Нанок создал. Поэтому мы его поставили всего лишь на 21 место. Но именно в целом аромат мне очень нравится. Для меня один из самых носибельных ароматов у Ориджли Дорай. Абсолютно согласен, да. Для мужчин, я бы сказала. Женщина, наверное, не так часто зайдет. Но поэтому Менли называется. Даже судя по названию, Менли называется. Многим очень не нравится это название. Далее аромат у нас в пробнике. Малик Альмотти. Тоже Ориджли Дорай. Очень красивый аромат. На тему жасмина. Здесь натуральный атар. Индийский жасмина. Очень красиво звучит. Здесь уже побольше. Уда чувствуется. Да, вот для меня здесь основные ноты. Основная нота это жасмин. Очень красивый, натуральный. Здесь, по-моему, два типа жасмина. Жасмин самбак и жасмин грандифлорум. Звучит очень необычно. Не тот жасмин, к которому мы привыкли. Он звучит как-то глубже. Такой индольный. Но очень-очень эзотический как-то вот он пахнет. И когда аромат раскрывается, в нем вылазит очень много уда, которое мне нравится. И уда здесь похож на уда от Моргникова тоже чем-то мне напоминает, да? Да. Очень красивая композиция. Следующий аромат на девятнадцатом месте у нас Амбре де Коко, тоже от Рижди Доре. Тоже в пробнике. Очень красивый аромат. Здесь ярко выражена, естественно, нота шоколада Амбре де Коко. Говорит нам название даже об этом. Здесь я чувствую в верхних нотах очень много персика. Персик такой консервированный. Он здесь такой консервированный, немножко ферментированный, такой интересный, немножко такой даже вызывающий старт у него, да? Не для любителей свежего персика. Да, здесь очень много уда в базе, очень-очень много специй, здесь 50 разных видов специй, здесь Рашнадом использовал отар Аль Шамама, по-моему, если не ошибаюсь. Это очень такой вызывающий индийский отар. Эмбер Шамама, извиняюсь. Да, здесь персик, какао-абсалют, больше чем 50 видов индийских специй, это вот есть отар Аль Шамама. И дальше там идут очень много трав разных в этом отаре. Чистый индийский сандал в базе. Также в базе есть немного серый амбра, натуральный, натуральный индийский лут, дубовый мох и аккорд амбра. Для меня этот аромат такой, он очень-очень такой экзотический. Он мне немного напоминает один из моих самых любимых ароматов, даже мой самый любимый аромат от Ричди Дара, это Оттон Мэн Эмпайр 3. Но этот мне чуть меньше нравится, он, представьте, такой немного вызывающий для меня. Как я уже сказал, он на любителя. Однозначно советую пробовать, но многим он очень понравится, кому-то он вообще не понравится. На 18 месте у нас Акуларио Блоссом от тоже парфюмерного дома Ричди Даре. У нас есть плакончик 300 мл, также 10 или 11, сколько здесь? 10 мл. Красивый аромат, мы делали на него обзор летом. Скажу честно, тогда мы не были сильно впечатлены этим ароматом, были сомнения. И я скажу, что он мне очень понравился в Старте. Единственное, что мне показалось, что у него база была такая, более стандартная, красивая база, но похожа на стандартную нишу ароматов. Старт и сердце композиции очень мне понравились. Единственное, я бы хотел у него, чтобы шлейф был больше похож на Ричди Даре, чтобы он чуть более монструозный был. А так аромат мне очень нравится. Здесь в Старте очень много цитрусовых нот. Там есть юзу японский, очень такой оригинальность придает данному аромату, бергамот, апельсин и белая амбра натуральная. Это такой очень цитрусовый, цветочный, легкий летний аромат больше. В нем есть также ул. Я его однозначно сильно чувствую, но он такой не очень хардкорный. Это, я бы сказал, для любителей более свежих удовых ароматов, более цветочных таких интересных композиций. В нем также я чувствую очень много медовости, да, он немного такой сладковатый. Я хочу сказать со своей стороны, что сейчас мне этот аромат нравится больше, чем когда мы его только открыли летом. Мне тоже изначально сразу понравился и старт, и развитие, да, тоже смутила база. Но сейчас я больше довольна этим ароматом, чем тогда, полгода назад. Аромат на 17 месте у нас от нишевого парфюмерного дома «Сдержев». Называется «Фарс». Для меня это сказка, мне очень нравится этот аромат. Он вызывает очень интересные эмоции. Он в целом такой необычный. В нем есть вот это ощущение тоже свежих, глянцевых журналов. Я чувствую такое что-то блестящее у меня сразу в глазах. Очень красивый, необычный, уникальный, я бы сказала. Для меня это очень интересная, экзотическая, цветочная композиция с древесной базой. Здесь есть свежесть, в нем цитрусовый старт. Очень много разных цветов, там есть жасмин. Очень цветочная композиция, немножко пудровая, пахнет очень экзотически. Как будто, представьте, как будто экзотический сад восточный. Очень интересно, с древесной базой. Уда я здесь очень много не чувствую, но аромат мне очень нравится. Да, однозначно достойно внимания. На 16 месте у нас аромат нижнего парфюмерного дома для спирита в Дубае. Называется он УД. У нас небольшой пробник. Это очень интересная композиция. Здесь очень много уда. Это чувствуется. Вообще в нем очень-очень много нот. Там и свежесть есть, и цитрусы, очень много разных цветов. И кожаные оттенки, и дымность, и очень древесность сильная. Уд здесь такой, я бы сказал, животный, анималистический. В нем чувствуется скотный двор. То есть, вот это именно действительно восточный аромат. Мне он очень нравится. Это один из самых лучших удовых ароматов, который я пробовал. Именно если вам нравятся такие более экзотические, более животные удовые композиции. Да, я тоже согласна, что он очень животный. В нем есть, да, оттенки какие-то фекальные тоже, я бы сказала. Но также в нем присутствует свежесть. Да, аромат очень многогранный, и он очень интересно раскрывается. Да. И стоит очень дорого. На 15 месте у нас Мистериус Уд. Тоже небольшой пробник от парфюмерного дома Бортников. Очень загадочный аромат. Я его, если честно, до сих пор так и до конца не понял. Когда вот такой наносится, он пахнет немного странно как-то. Я даже не могу разложить его на ноту первый час. В нем есть и свежесть, какие-то цитрусы, и очень много цветов здесь, и древесные элементы. Здесь однозначно чувствуется много уда. Но я бы сказал, что он такой более свежий. Я не могу сказать, что он прям сильно цветочный, или какой-то очень сильно удовый. Здесь нет никакой анималики, я не чувствую. Но есть вот что-то в нем пикантное такое, да? Да, возможно, спецевое что-то. Да, но так это больше вот такой древесно-удовый, цветочный, свежий. И одновременно с этим темный аромат. Очень интересная работа. Следующий аромат у нас табак Доре парфюмерного дома Бортников. Номер 14. Это потрясающий табачный аромат. Один из моих самых любимых табачных ароматов. Здесь чувствуется очень сильно табачный лист, натуральный. Вымоченный в каком-то абрикосовом ликере для меня, да? Очень гурманские ноты такие на мой нос выдает. В базе у него чувствуется уд. Я бы не сказал, что это самый удовый аромат Дмитрия Бортникова, но уд здесь придает такую интересную красивую древесность. Также никакой анималики я не чувствую. Очень интересный, такой спецевый немножко аромат. Сладковатый. Да, также здесь есть... И очень глубокий. Согласна с тем, что Дима сказал. Также здесь есть такая некая нота сауны, наверное, камфора, что-то такое. Да, согласен. На тринадцатом месте у нас аромат от Maison Francisco Jeanne. Называется уд в версии экстракт. Это один из моих самых любимых удовых ароматов. Но для меня этот аромат больше про красивый шафран. Здесь очень много смолистости. Здесь эллими, пачули. И очень красивый ваниль в базе. В нем есть уд, но он такой немножко более медицинский. Я бы сказал, да? Сильно медицинский. Как кукуржан любит использовать. Да, это, наверное, самый медицинский уд из всей нашей подборки сегодняшней. Но он очень такой темный и древесный одновременно. Если для кого-то бакара-руш – это очень сильный медицинский аромат, то вот этот аромат, он в сто раз более медицинский, чем бакара-руш. Очень мощный, очень напористый. Да. И он у меня вызывает какие-то такие особенные эмоции. Мне он ему безумно нравится. Мне нравится этот аромат. Вначале я к нему относилась скептически. Но, скажу честно, в шлейфе он мне намного больше нравится, чем вблизи. Так, следующий аромат на 12-м месте у нас «Алькат» парфюмерного дома «Зержаф». Это один из моих любимых «Зержафов». Это новое приобретение. Я недавно его Диме дарила на зарождение. Совсем недавно это было, да. Очень интересный. Здесь в старте очень много красивого жасмина. Звучит очень натурально. Он такой индольный, очень напористый, насыщенный. И одновременно вместе с ним в самом старте открывается очень такой интересный, очень насыщенный животный ут, который вам может напомнить скотный двор, лошадей. Вот это все. В нем есть некоторые такие даже чуть-чуть фекальные оттенки, да. Но вот вместе с жасмином получается такая очень-очень красивая композиция. В шлейфе звучит потрясающе. Вот. И не чувствуется вот эта вот скотина никакой, да. А если вы только распыляете и обоняете его прям очень близко, тогда вот это все ощущается. И он кого-то может даже отпугнуть. Но мне это очень нравится. Он такой вызывающий и одновременно вместе с ним он вызывает очень много интереса, да? Да. Потому что шлейф потрясающий. Он такой жасминовый, теплый, сладкий, такой очень интересный. Вот жасмина в таком исполнении я еще никогда не чувствовала. Он первый раз, когда его почувствовала, я просто была в недоумении от того, откуда такая красота идет. И он мне очень понравился. Но когда я его сблизи понюхала, с кожи, я сильно удивилась, насколько это разные ароматы, как они ощущаются в шлейфе и близко к коже. Так что для любителей ароматов таких попикантнее, да, это может быть очень интересный вариант. То есть вы сами можете его вдыхать ближе с кожи, а другие, в принципе, сильно этого аспекта не будут замечать вокруг. Очень насыщенная, очень мощная композиция. В нем в среднем базе есть кашмиран, синтетическая нота. Она им придает такой мускусности. Также в нем есть в базе ваниль, бензоин, по-моему, вот такое. Следующий аромат на 11 месте у нас Dead of Night от парфюмерного дома Strange Love в Нью-Йорк-сити. Вот он. Флакончик 15 мл. Стоит очень дорого. Но я себе его купил недавно. У меня были пробники. Вот я даже с 15 мл флакона еще не распылял. Это с пробника. Очень красивая, удалая композиция. Очень цветочный аромат. Здесь очень много белых цветов разных. Здесь жасмин, по-моему, тубероза. Роза есть, но я больше белый цвет чувствую в данной композиции. Там в нем в старте есть цитрусов, он и гергамот, апельсин, если не ошибаюсь. Очень такой интересный, свежий старт, очень цветочный. И также он стартует такой анималистичной нотой уда. Она здесь животная, но она абсолютно не отталкивает. Очень интересный, насыщенный, глубокий аромат. Но единственное, что я бы его поставил намного выше, если бы в нем в базе было больше уда, я чувствовал. Он мне напоминает очень сильно аромат, который у меня номер один в данном топе. Да, очень красивый аромат, достоин хотя бы его понюхать. Да, следующий аромат – это L'Orex Kiss. У нас есть пробник в версии Extrata Parfum и Ata, который я держу в руках. Здесь 3 мл. Потрясающий аромат. Дмитрий Бортников вообще делает уникальную композицию, очень красивая. Это очень... И мне он нравится больше в Аттайе. Юля тоже, да? Да. Хотя версия Extrata тоже очень хорошая. Очень такой специевый, шоколадный, гурманский. Да, баблгаммный немножко. В нем есть баблгаммус, в нем красивые цветочные аккорды. Также в нем очень много уда натурального. Потрясающая композиция, он немного пудровый такой, да? И Аттар, он такой очень насыщенный, как 3D-версия, да? Очень-очень интересный. Следующий аромат у нас... Пола Интер Старс от Strangelove NYC. Девятое место. Из Нью-Йорка, это девятое место, да? Очень красивый. У него такая крышка с золотым напылением, 24 карата. Очень дорогой аромат. Он стоит 395, по-моему, евро за 50 мл, если не ошибаюсь. Даже, по-моему, его уже подняли по цене. Это очень... Очень древесный, очень... Я чувствую, здесь очень много уда. В нем есть дымность. В нем есть специи. Очень эзотическое мнение. Много напоминает пардон от Назомата. Также мне чуть-чуть напоминают какие-то оттенки, такие дымные. Вот Орич Ведра Удзен, который также находится в данном топе. И я чувствую в нем очень много амбровости. Да. Особенно в базе, да? Очень красивый аромат. Очень насыщенный, очень плотный, очень шлейфовый такой. Да, вот это тоже чувствуется, что он насыщенный, что шлейф будет хороший. Здесь очень много индийского уда, но он не пахнет никакими фекалиями, ничем. Но чувствуется, в нем некоторые анималики все равно есть, да? Да, очень-очень легкая. Я думаю, многим людям он понравится. Да, потрясающая композиция. Следующий аромат на восьмом месте. У нас Iberia and the Beast от Origin Direct. Тоже пробники у нас. Я вот все думаю, купить мне флакон или нет. Очень интересный аромат. Он стартует для меня оттенком какао, очень шоколадным таким. Первый, наверное, секунд 20. Дальше вылазит очень животный такой, даже немного неприятный, такой очень резкий удовый аккорд, который я вот вблизи, очень-очень сильно близко. Я прям не могу обонять первую минуту, потом вылазит очень красивая роза, очень натуральная, очень насыщенная такая, с зелеными оттенками, все, как я люблю. И в базе у меня очень много уда. Здесь 30% уда данной композиции, удового масла. Это самый насыщенный удовый аромат, который я пробовал. И в нем уда больше всего, да. Но это именно аромат для меня про розу и уду. Первые часа 3-4 здесь больше розы. Да. За исключением самого старта, первые 2 минуты, да. Потом очень красиво роза доминирует. И по мере раскрытия аромата добавляется такой очень животный, такой немного вызывающий уд, да. Здесь очень много индийского уда, разные виды. Также здесь есть уд, который был дистиллирован на розовой воде. Очень интересная, очень натуральная композиция. И также тоже дорогой аромат. Следующий аромат у нас от парфюмерного дома Сержев. Цейлон. Потрясающая композиция. Я его поставил так высоко, потому что он мне безумно нравится. Это мой любимый аромат, удовый аромат от парфюмерного дома Сержев. Возможно, он даже мой самый любимый. Потрясающе. Он стартует красивой нотой свежего такого бодрящего бергамота. Потом вылазит очень красивый жасмин самбак. Дальше у него идет... Также он в старте стартует такой красивой нотой натурального уда. Она немного здесь животная, такая анималистичная. Даже скотный двор может напомнить, да. Но мне это абсолютно все нравится. Ничего отталкивающего нету. Потому что вот жасмин с бергамотом его оттеняет, да. Дальше он раскрывается красивым цейлонским чаем. Также у него есть ваниль. Очень много меда в базе. Вот он через несколько часов становится очень медовым. И это мой самый любимый медовый аромат. Пахнет очень натурально. Я бы хотел, чтобы он в базе был немножко еще более удовым. Тогда бы я его, возможно, еще выше поставил. Но уда здесь очень много на мой нос. Но по мере раскрытия аромата он немножко становится слабее. Да, очень интересный, красивый аромат. Любителям уда стоит его попробовать. Сержов все-таки делает неплохие уды. Так что я согласна с тобой. Дальше номер шесть. Это аромат Уд Монарх от парфюмерного дома Бортников. Прекрасная композиция. Безумно люблю его. Это такой свежий, цветочный аромат. В нем очень много какао и очень много древесного уда. Никакой животности я не чувствую. В нем в базе, правда, есть животные ноты. Касториум, по-моему. И еще какая-то. Я не помню. Очень красивый. Очень такой специй. В нем корица есть. Да, стартует он нотами магнолия и франжипания. Очень эзотические цветы чувствуются. В средних нотах у него майская роза, гималайская роза, корица и табак. Очень сильно корицу чувствую. Розу сильно я не чувствую, но однозначно такая эзотическая цветочность у него есть. В базе у него Уд Мирок, Уд Качанг от Филут, Какао, Севет, Касториум, Ладан и Муаниль. Да, вот Севет и Касториум придают ему такой пикантности, экзотичности немножко тоже, да? И глубины. Да, очень красивый аромат. Очень красивый, очень носибельный и очень интересно пахнет. Самый гурманский аромат от Дмитрия Бармакова, на мой взгляд. Следующий аромат у нас Триад, тоже от Гордикова. Роза, Уд. Роза и Уд. Да, если две ноты выделить, это Роза и Уд. Очень натуральная Роза и очень много-много натурального Уда. У него в верхних нотах Уд, в средних нотах у него Уд и в базе у него тоже очень много Уда. Он для меня такой немного пудровый. Очень интересная композиция. Очень красивая здесь Роза с кислинкой. Да, вот в старте у него натуральный Дикий Уд из Шри-Ланки. В средних нотах у него Магнолия, Майская Роза, Индонезийская Боуя, это тоже вид Уда. Органический Уд из Китая, Хайнаня. В базе у него Уд из Таиланда, Бобы Танка, Бензой из Суматры и Гирацелл. Хайрейсинг. Следующий аромат номер четыре, это Лао Уд. Тоже очень интересный аромат от Парфюмерного дома Бортников. Потрясающе. Если вам нравится Уд Монарх и вы хотите немножко больше анималика к нему добавить, тогда я бы выбрал Уд Монарха и Уд Максимуса от Дмитрия Бортникова. Также в нем что-то есть от Лерекс Кис, о котором мы уже говорили. Потрясающе. В нем такое анималистичное животное, Уд ферментированное, немножко с сырными оттенками даже, да. Но здесь очень много гурманики, какао, кофе, корица. Такой ароматный, специфий. В нем цветочность чувствуется потрясающе. Лично меня в этом аромате больше всего привлекает именно гурманский аспект и доза шоколада, которая сюда положена. Да, также я в нем чувствую довольно много медовости. Здесь есть абсолют пчелиного воска, корица, перуанский бальзам, абсолют какао. Магнолия, персик, франджипани и еще очень много нот. Следующий аромат Удзен от парфюмерного дома Ричарда Дорая. Потрясающая удовая композиция. Это дымный уд, копченый даже, я бы сказал. Копченый, да. В нем также есть бальзамические ноты в базе, очень много шафрама, да. Хорошо этот аромат зимой согревает. Потрясающе. Это, наверное, самый темный, самый черный такой удовый аромат, который я когда-либо пробовал. Вообще потрясающе. Но, к сожалению, его очень сложно достать. Он весь раскуплен. И не знаю, найдете вы его или нет, но он стоит очень дорого. Потрясающе. Следующий аромат, номер два. Ottoman Empire 3, Османская империя 3, от парфюмерного дома Ричарда Дорая. Мой любимый аромат от Ричарда Дорая. Потрясающе. Это очень красивая роза. Здесь очень много специй, экзотических. Очень много разных специй чувствуется. И очень много удов. Я не чувствую здесь какой-то прям животности, а не маяки, ничего отталкивающего, да. Но он очень пикантный такой, экзотический. Прям вот действительно достоин Султана. Очень интересная композиция. И роза здесь звучит очень натурально. Ее в версии номер три очень-очень много. Вот в этой вот. Следующий аромат, номер один. Мой самый любимый уд на данный момент. Это уд максимус. Осень 19, от парфюмерного дома Угорников. Потрясающе. Здесь есть все, что я люблю в ароматах. В нем есть свежий цитрусовый старт. Очень много цветов. Здесь пять видов розы разных. Здесь четыре вида луда. Также в нем есть другие экзотические цветы. По-моему, шампак или франджипани. Потрясающе. Я вам быстро ноту зачитаю. В верхних нотах бергамот, сладкий апельсин, розовый перец, жасмин самбак и кардамон. Люблю очень ноту кардамона. Дмитрия Борфинга тоже. В средних нотах у него майская роза, гималайская роза, индийская роза, гибрид роза. Атар гулап. Это тоже атар на основе розового масла. Магнолия, франджипани, бобы танка. Индийский уд, уд рудстрат, уд проплаканчанк от Филуд, уд из Шри-Ланки от Филуд, березовый деготь, бальзам толу, ваниль, свет, гвоздика и натуральный мускус оленя. Это потрясающая композиция. Мне он очень нравится, этот аромат. Он для меня очень особенный. Я его ношу не часто. На какие-то особенные случаи для меня. Для меня он более торжественный. Но он, возможно, понравится не всем. Это для уже таких любителей удовых ароматов, которые достаточно много попробовали удов. В нем уд стартует таким ферментированными оттенками в старте. В средних нотах и в базе он более такой древесный становится. Но анималика здесь все-таки есть. Очень нравится эта композиция. Потрясающий аромат. Это был наш топ 30 удовых ароматов. Наш самый любимый удовый аромат, который мы пробовали. Нам очень интересно узнать, какие ваши любимые удовые ароматы, как вы к ним относитесь. Спасибо большое за просмотр, за то, что досмотрели это видео до конца. Будем рады вашим лайкам. Также, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал. Желаем всем хорошего настроения. Пока. Все, пока.